Зараженный хлеб людям бросали как собакам. Подлинные воспоминания узников Азаричей. В феврале 1946 на заседании Международного военного трибунала в Нюрнберге помощник главного обвинителя от Советского Союза Лев Смирнов про совершенные злодеяния фашистов в Азаричах сказал следующее. В этих лагерях не было крематориев и газовых камер, но по справедливости они должны быть отнесены к числу самых жестоких концентрационных лагерей, созданных фашизмом в осуществлении его плана истребления народов. Чудовищный эксперимент. Смирнов представил суду документ под номером СССР-4. Сообщение Чрезвычайной государственной комиссии об истреблении гитлеровцами советских людей путем заражения их сыпным тифом. Более 50 тысяч белорусов были заключены в лагеря смерти Азарича. Свыше 33 тысячам удалось дожить до освобождения Красной армии в 1944. Марии Юрьевне Пинчук было 8 лет, а Лидии Калиниковне Маслюковой исполнилось уже 15, когда нацисты решили провести над ними в их родных болотах Калинковического района чудовищный эксперимент. Их личные переживания задокументировала история. Кто не мог идти, того били дубинками или расстреливали. «Я фильмы военные не смотрю», признается Мария Юрьевна. «Мне кажется, там те немцы, что гнали нас в лес». Когда Мария вместе с мамой и другими детьми, в семье их было четверо, Мария старшая, бабушка и тетя выбежали во двор, по деревенской дороге уже шла целая колонна односельчан и знакомых из безлежащих населенных пунктов. С двух сторон их охраняли вооруженные немцы, разъяренные собаки не переставали злобно лаять. Если кто-то из заключенных не мог идти, а среди них было много детей, стариков, матерей с малышами, их били дубинками или расстреливали. Родная деревня Марии Юрьевны находилась в километрах восьми от Азаричей, поэтому идти далеко не пришлось. «Загнали нас за колючую проволоку в болото», вспоминает подробности Мария Пинчук. «Укрыться негде было. Огонь не давали развести. Сидели на снегу, под ноги бросали лапник. Повезло, что не было лютых морозов, а коченели бы все за одну ночь. Не помню, что мы ели. Запомнилось, как один раз привезли хлеб и просто бросали его, как собакам. Кого-то задавили во время этого. Все были голодные. Мама очень боялась немцев. Бабушка ухватила булочку. Выйти оттуда было невозможно. Стояла большая охрана. Говорили, что нас хотели заразить тифом, чтобы мы потом другим эту заразу передали, особенно нашим солдатам. Сколько же там было снежных бугорков, замерзших людей? Весенним утром гитлеровцы, приехав на мотоциклах в деревню, стучали в оконные рамы и объявили сбор всех сельчан возле комендатуры в здании школы. Собравшимся сообщили, что они отправляются на новое место жительства. Кто что успел с собой захватить, с тем и отправились в дорогу, вспоминает событие почти 80-летней давности Лидия Колениковна. Погнали нас на станцию, погрузили в товарняк. По 50 человек вагон. Никто не знал, куда нас везут. Не помню, сколько ехали. Может, два дня. Когда стали выпускать, послышались разговоры. Здесь нас и постреляют. Вышли мы к болотам. Пинские они назывались. Там уже были люди. Переночевали мы в одном лагере. Наутро погнали нас в другой. Шли цепочкой. Кругом же болота и мины. Солнечный день был. Ручейки текли. У нас была маленькая кружечка. Мы ею зачерпнем из лужи воды. Напьемся с мамой. Идем, смотрим. На бугорке сидит маленький ребеночек. Может, родных потерял или они умерли. Проходящие его не бросили. С собой забрали. От картины, которая предстала перед глазами девочки, когда они пришли в другой лагерь, Лидия Колейниковна и поныне не в силах сдержать слезы. Ой, сколько там много было бугорков, снегом припорошенных. А это ведь люди замерзшие были. Март холодный еще месяц, а присесть негде. Кругом болото. Только небольшие купины. На них, этих мини-островках, и можно было отдохнуть. Не знаю, как мы выжили и как я до сих пор живу. Однажды приехала немецкая машина, и две женщины с нее кидали хлеб. Кто словит? Мама приказала мне сидеть, а сама пошла добывать хлеб. У нее не получилось. Потом я пошла, и мне повезло. Поймала.